К нам в редакцию обратились жильцы дома по улице Октябрьская, 18, корпус 13. Здесь, накануне, по словам местных жителей, после работы слесарей прорвало трубы и залило квартиры с третьего по первой этаже кипятком. На просьбы о помощи и содействии все инстанции, по словам мурманчан, не реагируют или делают это плохо. Давайте проведем свое журналистское расследование и узнаем, кто прав, а кто виноват. Уже второй год подряд жительница трехэтажки в центре Мурманска бьет тревогу. Батарея на кухне еле греет. Зимой в квартире, где проживает четыре ребенка, холодно. Вот в том году мы звонили 051, в этом году. В том году они пришли и говорят, что, ну это, наверное, там жильцы на третьем этаже перекрывают. Нужно подавать в прокуратуру, пусть полиция туда с этим приходит, разбирается. Разобраться никто не разобрался, так и ушли, нам ничего не сделали. В этом году опять похолодало, я снова стала звонить 051. Звоню 051, одну заявку, вторую заявку, третью заявку, они все не идут. Вот мы вышли тут с соседкой, говорю, у тебя есть отопление на кухне? Она говорит, не знаю. Пошла, посмотрела, говорит, у меня тоже такая же ерунда. Пришлось отправлять двойную заявку в единую дежурно-диспетчерскую службу. Обращение до инстанции дошло и уже на следующий день пришли слесари, но работать не смогли. Не было ключей от чердака. Вот они ушли, а у нас наступила ночь, мы, ну, времени-то было, наверное, около 11, мы уже лежали, телевизор смотрели. Я слышу по батареям идет такой шум воды, шшшшш, я говорю, ничего себе, слесаря пришли нам отопление делать. А потом, как происходит, сильный хлопок наверху, прям аж дом затрясло, а это у соседки уже потолок упал. И к нам палился кипяток, и мы тут начали подрываться, бегать, что могли, спасали, в первую очередь документы. Первой пострадавшей от аварии стала соседка на верхнем третьем этаже. Поздним вечером в пятницу ей не удалось отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Звук льющейся воды. Я зашла в эту комнату, смотрю, мне по трубе вот это вот бежит, и уже лужа. Ну, я выглянула в коридор, думала, может быть, открыть чердак здесь, чтобы крикнуть, что там происходит. Чердак был закрыт, ну, я вернулась, и тут уже вода добралась до люстры и полилась. Дальше больше, потом это вообще хлынуло, сюда было не зайти. Такой шум был, как от водопада. Горячая вода протекла аж до первого этажа, где находится магазин одежды. Потолок, вещи, ущерб немалый. По словам северян, аварийная служба прибыла через 30 минут, перекрыла трубы. В свою очередь, управляющая компания пообещала оплатить ремонт. Сейчас жильцы из третьей квартиры с юристом с нашим общаются, решают вопрос, вроде там договариваются, договор составляют, значит, на восстановительные работы. А вот по пятой квартире тоже там вроде все нормально, договорились там на компенсации на денежные. Сейчас по третьей квартире у них там ковролин прибит к полу, он напитался сильно водой, понятно, это влажность, сырость. Вот сейчас вот договорились на час, вот должны были подойти наши ребята, плотники, снять этот ковролин и помогут вынести его, чтобы все просохло. Ну вот пока все в работе нормально, в рабочем порядке, в общем-то, все решается. Согласно регламенту постановления правительства России о предоставлении коммунальных услуг, акт о заливе квартиры составляется не позднее 12 часов с момента обращения. То есть сразу после ЧП жильцы вместе с представителями управляющей компании должны вызвать специалиста по оценке ущерба. В произошедшем же случае мурманчан прошло пять дней. Отмечу, что на самом деле именно акт об объемах залития, об объемах именно ущерба, в любом случае составляется оценщиком, специализированным человеком, который может выдать оценку объема ущерба, то есть уже какую-то суммарную. Потому что сама управляющая или обслуживающая организация аварийной службы выдает факт залития, и если известна причина, тогда она вписывает причину. Сейчас в квартирах отопление появилось. Горячая и холодная вода есть, но влажность остается. Помимо взрослых, влажным воздухом в квартире дышат и дети. Новый год, похоже, семьям придется встречать не в праздничной, а в ремонтно-уборочной атмосфере. А мы продолжим следить за развитием событий. Юрий Монаков, Максим Кравченко, Станислав Евглевский, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова